Сетевая маркетинга Работая с страховым агентом, мы имели практику обзванивать вечером телефоны, номера телефонов, которые мы где-то как-то приобретали, покупали и назначали встречи на следующий день по страховому бизнесу. И в один из вечеров, это было уже достаточно поздно, 9 часов вечера мне одна женщина позвонила и сказала, приезжайте сейчас. Я говорю, ну в принципе уже если не поздно, я могу приехать? Она говорит, да, приезжайте. И когда я приехал, я понял, зачем меня пригласили. Я сначала рассказывал о страховке, а потом мне рассказали о компании с сетевым бизнесом. И это было в принципе ключевым моментом, я задумался и я понял, что это в принципе как тот вид бизнеса, который меня интересует. Почему? Потому что он связан с большим количеством людей, с огромным количеством людей. Наши команды, как правило, очень большие. А богатые люди всегда богаты, потому что на них работает огромное количество людей. Но здесь есть небольшая разница. Как правило, в больших компаниях, скажем таких, как, ну возьмем, к примеру, компанию Ротши, да, на него работало огромное количество людей на конвейерах. Но любой хозяин завода, фабрики, не знаю, там, колхоза, он заинтересован в том, чтобы люди работали, но заплатить им меньше. Чем меньше он заплатил, тем больше останется. Это арифметика бизнеса. В сетевом маркетинге немножко по-другому, да, в нашем клубе совершенно по-другому. То есть мы работаем с большим количеством людей, но честно и справедливо. Почему? Потому что система построена таким образом, чем больше зарабатывает мой партнер, тем больше зарабатываю я. У меня чисто шкурный интерес. Я готов работать, помогать своему партнеру, лишь бы только он больше зарабатывал, потому что процент от его дохода увеличивается и у меня. Здесь все честно. Здесь человек не чувствует, что он на меня работает, а наоборот он чувствует, что я на него работаю. Да, то есть у нас достаточно честный бизнес. Итак, за что же я люблю эту систему? В принципе, можно как бы вот с этой формулой остановиться, сказать, что я уже все сказал, но давайте немножко расшифруем. За что я люблю и работаю, и отдыхаю по системе? Именно когда я хочу. Я могу встать в 4 утра, я могу лечь в 4 утра, я могу работать в обед, я могу работать вечером, я могу работать ночью, я могу работать с автомобиля, я могу работать с дачи, я могу работать в аэропорту, я могу работать на корабле. То есть я работаю тогда, когда я хочу. Никто никогда не определяет мой рабочий день. Он 4 часа, он 2 часа, он 8 часов, он 16 часов, он 24 часа, решаю только я. Разве это не здорово? Разве это не свобода? Я люблю этот бизнес за то, что я работаю и отдыхаю, где я хочу. Я выбираю страну, я могу отдыхать на даче, я могу отдыхать на лайнере, в любой стране. И при всем этом решаю я. Я работаю и отдыхаю в работе, как я. Мне на данный момент 63 года, у меня уже 9 внуков. И я помню, когда мы тряслись и думали, а когда нам дадут осткусь? В январе, в феврале, а лучше бы в марте, а совсем хорошо в июне. Но кто-то за меня решал, когда мне отдыхать. Летом, осенью, зимой, весной, а не тогда, когда я хочу. Здесь я определяю время, когда, где и сколько я буду отдыхать. Одну неделю, две недели. Я могу взять круиз на месяц. Я могу взять кругосветное путешествие. Кстати, лично своего опыта могу сказать, что как-то одной недельки на лайнере, ну уж маловато. Вот только-только разошёлся, только кураж пошёл, только вот душа развернулась, а неделька закончилась. Две недельки в самый раз. Вот две недельки в прошлом году мы отдыхали по Персидскому заливу. Ну, было больше, конечно же, лучше, никто не спорит. Но две недели в самый раз. Имейте в виду, когда заказываете круизы. Далее. За что же я люблю ищу эту работу? За то, что я работаю и отдыхаю с тем, с кем я хочу. Это тоже очень, скажем так, показательно. Многие знают, у многих есть примеры, когда вы приходите на работу и находится какой-то тип, ну, неприятный. Может, это начальник, может, это сменщик, может, это напарник. Неважно. Но вот по какой-то причине, как говорят, нет химии, да, вот, ну, неприятный человек. А вы обязаны с ним работать, вы обязаны ему улыбаться, если это начальник, да, вы не можете ничего сказать против, просто потому, что вы воспитанный человек, но вам некомфортно, да. Здесь у нас полная свобода, абсолютно полная свобода. Вы можете работать с кем хотите, где хотите, как хотите, и отдыхать где и с кем хотите. Разве это не свобода? Разве это не здорово? Конечно же, здорово. Дальше, смотрите. Я сказал, что я более 30 лет, более 30 лет, ну, не более, а 30 лет работаю в сетевом бизнесе. Почему 30 лет? А потому что тогда, когда я начинал работать, мне правильно, доходчиво объяснили, что даёт этот бизнес. Он даёт полную свободу. Он даёт возможность зарабатывать столько, сколько вы хотите. Он даёт возможность работать столько, сколько вы хотите. Это всё то, что я перечислял. И если, скажем, человек изначально это не понял, ему очень будет сложно. Он будет думать, скажем, о другой компании, о другом бизнесе, о другой работе. Смотрите, когда мы заканчиваем школу в каком-то определённом возрасте, мы выбираем себе профессию. Раньше это была идея, раньше могли посоветовать родители, могли приехать в школу какие-то преподаватели институтов, техникумов, военных училищ, рассказывать, как хорошо быть столеваром, быть лётчиком, танкистом или пекарем, неважно. То есть есть поблизости какое-то учебное заведение, то есть приезжали преподаватели и рассказывали, и приглашали к себе в это учебное заведение. И мы особо не задумывались, скажем, об одной составляющей, денежной. То есть мы выбирали себе, может быть, престижную работу, кто-то обязательно должен был закончить институт, кто-то обязательно должен был пойти по той же профессии, по которой пошли его родители и так далее. Но наступил какой-то определённый момент, я имею в виду конкретно, скажем, как пример 90-е годы, когда очень многие люди поменяли свою профессию. Не потому, что нам надоело, а потому что обстоятельства заставили зарабатывать, кормить семьи, то есть каким-то образом выживать. То есть всегда мы стремимся найти работу, которая нас будет кормить и нас будет обеспечивать. Так вот сетевой маркетинг, то, чем мы занимаемся, одна из лучших, одна из лучших профессий, которую только можно себе представить. Да, есть и другие варианты. Можно не заниматься, скажем, тем, чем мы занимаемся, если вы, скажем, ну, сын Шаха, да, или сын, дети какого-то, какой-то знаменитости, которая в своё время уже заработала хорошие деньги. Ну, скажем, вы не дети Киркорова, да? Вот, то есть если у вас нет за спиной определённого капитала, определённой, скажем, базы, то вы в любом случае будете искать профессию, которая вас будет кормить. что-то у меня зависла. Я не вижу комментариев. Так вот, когда вы приглашаете партнёра, вы должны ему объяснить и рассказать, так вот, вижу одного человека, и всех остальных не вижу, никаких комментариев. Я разговариваю с кем-то, не разговариваю, я не могу определить. Вот, так вот, скажем, наша профессия, если вы в самом начале, пригласив людей, пригласив людей и объяснив им, что даёт наша профессия, вы их надолго оставите в своей команде. Самое главное в нашем бизнесе дать человеку возможность, уверенность в том, что он сможет легко и быстро заработать первые деньги, первые ощутимые деньги, которые помогут ему зацепиться в этой профессии, зацепиться в этом проекте, заинтересованы быть, развивать свою команду и двигаться вперёд. Если же произойдёт некий застой, некий застой в этом бизнесе, то человек начнёт искать возможность либо в другом проекте, либо уйдёт из, скажем, сетевого бизнеса как такового, то есть он начнёт где-то что-то искать. Самое главное в нашем бизнесе, то, о чём я говорил в самом начале, это заинтересованность в нашей команде, заинтересованность людей, и они должны чётко понимать, что за их спиной, у них в тылу стоят сильные ребята, которые помогут им освоиться, изучить программу, изучить маркетинг, изучить вообще, скажем, тот товар, который мы продаём, в данном случае отдых, и что у них всё получится. Если у них в этом уверенности не будет, будет очень сложно. Будет очень сложно. То есть, скажем, люди начнут искать где-то что-то, где можно заработать быстрее и легче, но быстрее и легче заработать, чем в круизном бизнесе, но поверьте моему 30-летнему опыту, невозможно. Невозможно почему? Потому что сама индустрия, она очень и очень богатая. Если, скажем, любую другую компанию, я не буду их перечислять, они все уважаемые, они все большие, но можно каким-то образом, по каким-то причинам закрыть, скажем, перепродать и так далее, то эту индустрию закрыть невозможно. Невозможно отказаться от такого количества кораблей, нельзя отказаться от такого, скажем, шикарного отдыха. И этот отдых приносит владельцам, как круизных линий, как, скажем, нашему клубу, очень большие деньги. И отсюда есть возможность всем нам зарабатывать. Поэтому объяснить нужно с самого начала, насколько интересно, насколько заинтересованы, скажем, и они, то есть как бы владельцы нашего клуба, и мы сами в том, чтобы наш бизнес процветал. Поэтому ещё раз я повторю формулу. За что же я люблю эту систему? За то, что я работаю, отдыхаю, когда я хочу. За то, что я работаю, отдыхаю, где я хочу. За то, что я работаю, отдыхаю, сколько я хочу. За то, что я работаю, отдыхаю, с кем я хочу. Это шикарно, это шикарно, нигде другого такого, скажем, нигде такой другой возможности, ни в одном бизнесе, ни в одной профессии, конечно же, вы не найдете. Опять я не вижу никаких комментариев, ага, все, появились у меня комментарии почему-то, почему-то они зависали. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их задать, я с удовольствием на них отвечу. Так, сейчас я прочитаю, так, видно, слышно. Да, вот меня Павел поправил, я с тобой абсолютно согласен, но это чисто по привычке, да, не корабли, а лайнеры. Вот, лайнеры, конечно же, правильно, корабли только бывают морскими, военными кораблями, вот, а там, где мы отдыхаем, конечно же, лайнеры. Вот. О чем я еще хотел сказать, друзья? За последние пять лет, за последние пять лет, я не знаю ни одной компании, которая бы выросла до таких размеров, как вырос наш Клуб Инкрузис. Конечно, в самом начале, которые с огромной скоростью росли, развивались, был ажиотаж, и, конечно же, всегда бизнес строится на ура, да, то есть, когда есть интерес, есть ажиотаж. И если этот ажиотаж создать, то любая компания очень быстро поднимется. Но кроме того, что она поднимется, она должна еще устоять, да. Все для устойчивости нашего клуба у нас есть. У нас есть огромное количество круизных линий, да, с лайнерами. У нас добавились морские линии, это тоже плюс. Вот. Далее, у нас есть возможность путешествовать практически по всему миру. У нас есть возможность зарабатывать огромные деньги. И самое главное, в это все поверить, да. Ведь есть такое понятие, да, как волшебный пендель, да, вы во многих, скажем, курсах это слышали. Вот. Только одно ясно, этот волшебный пендель вам никто не даст, да. Не ваш наставник, но он может там вас немножко потрясти, а только вы сами. Вот вы сами можете себе это позволить, да, подтолкнуть себя. А чтобы себя подтолкнуть, нужно создать себе либо условия, да, не создать, а дожить до таких условий, когда у вас, ну, все, ну, все очень плохо. Но зачем ждать, когда у вас все плохо, да, когда можно сделать так, чтобы у вас всегда было все хорошо. Для этого нужно поверить просто в себя. Да, я это могу. Да, я это сделаю. Да, я в правильном месте. Да, я в правильное время, да, я пришел сюда. И кроме меня это не сделает никто. Да. Бывает, бывает, это мое любимое слово, да, кураж. Да, вот когда кураж, все хорошо получается, да. Вы можете выйти на улицу, на остановке зацепить человека, заговорить, в магазине, в банке, в автобусе, где угодно. Когда у вас есть кураж, когда у вас есть вот такое состояние, когда вам хочется говорить, говорить, говорить. Почему? Потому что это хорошо, да. И очень мне нравится выражение, что мы предлагаем свой бизнес, бизнес без ущерба для своей репутации, да. Поверьте мне, я огромное количество лет отработал с сетевыми компаниями. Я не хочу называть эти компании, потому что я их уважаю. Я в них достаточно много денег заработал. Мне они нравились в свое время. Но большое количество людей, я себя к ним не считаю, они стесняются говорить о продукции. Каким-то образом, может это пищевые добавки, может быть это косметика, может быть это то, во что они сами не очень верят, но предлагают. Это не дает возможность рассказать друзьям, рассказать знакомым, рассказать, скажем, людям, мало знакомым. Они стесняются. Рассказывать об отдыхе, о том, как мы шикарно отдыхаем, здесь нет никакого стеснения, потому что это все правда. Отдых шикарный, лайнеры шикарные, обслуживание супер, королевское, внимание к каждому пассажиру повышенное. То есть, как бы даже любой коридорный, который убирает коридор или убирает вашу каюту, он настолько приветливый, настолько к вам доброжелательно относится, что вам хочется ему сунуть шоколадку, не знаю, доллар или евро сунуть ему, хотя в принципе у нас на лайнерах чаевые и так высчитывается, но все равно приятно, когда к вам хорошо относятся. Это здорово. И здесь нет никакого ущерба для вашей репутации. Легко рассказывать, то есть вы в первую очередь не предлагаете работу, а вы в первую очередь предлагаете человеку отдых. А кто не хочет отдыхать? А кто не пьет? Да, как говорили в поднаменном фильме. Это легко. Это легко и просто. И если мы будем людям предлагать, скажем, легко и просто, у нас все будет получаться. Почему мало мужчин? Задавали вопрос. Почему мало мужчин в Инкрузис? Ну, опять-таки, понимаете, может быть, у Павла свое мнение. Почему? А у меня может быть свое. Я считаю, что это из-за… Или из-за воспитания, что… Ну, выглядит это так. Бери больше, кати дальше. Мужчина должен работать тяжело. У него должна быть такая серьезная профессия. Столевара, молотобойца или военный. Но рано или поздно и столевары, и молотобойцы, и кочегары, и плотники, и летчики, и моряки, они приходят… Одну минутку мне помоги. Они приходят… Они приходят в наш бизнес, в нашу профессию, и начинают работать. Но, но, я очень сожалею, что очень мало мужчин. Не хочется сказать, что это женский бизнес, да? Хотя он не очень… Могут. Наверное, вот поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было больше мужчин. Ну, и что я могу пожелать еще женщинам, чтобы их мужчины не тормозили их бизнес. Потому что бывает иногда такое, когда, разговаривая женщина, она говорит, мой муж сказал, слышь, ты куда-то лезешь, куда-то опять деньги втюхало, опять очередное МММ, опять очередное кидалово. Вот. Да, соглашусь, что в интернете достаточно много проектов, которые обманывают. Ничего с этим не поделаешь. Просто, когда вы выбираете бизнес, ну, вы уже его выбрали, да? А когда нойчок выбирает бизнес, ну, он должен, конечно же, уметь пробить, как говорят, пробить, что собой представляет тот или иной человек. Где он зарегистрирован, кем он зарегистрирован, кто стоит, скажем, в начале. Я приведу маленький пример. Например, если у меня спросят, а кто возглавляет компанию «Инкрузис», я с большим удовольствием могу показать видеоролики нашего президента. Они профессиональные, они грамотно поставлены, они грамотно сняты. И не стыдно их показывать. И мне недавно показывали представителя, ну, скажем, руководителя одной компании, достаточно раскрученной в России, вот, но не хочу его обижать, но ни о чем. Да, то есть представлен ролик, вот как у нас иногда прямой эфир ведут в Инстаграм, да, то есть ему задают вопрос, он отвечает абсолютно, может быть, он хороший руководитель, может быть, он грамотный. Но представить компанию нужно профессионально. И здесь есть выбор, здесь должен быть выбор, скажем, когда вы подбираете компанию, вы должны понимать, о чем идет речь, что вы предлагаете людям. Я опять, может быть, повторюсь, но отработав огромное количество лет с товарным бизнесом, я ушел именно в инкрузис, потому что есть огромное количество плюсов в том, что мы предлагаем. Наш товар не прокисает, наш товар не залеживается, наш товар не нужно переправлять, его не нужно легализовать в какой-то стране, не нужно получать разрешения медицинские там и так далее, и так далее на его распространение. Наш товар не пропадает, скажем, у него нет срока годности, его не нужно никуда доставлять, то есть полностью отсутствует логистика. Все это находится в вашем кабинете в данную секунду, в данный момент. Поэтому это огромный плюс. Огромный плюс, как товар. Иногда задают вопрос, я думаю, что вы тоже часто с ним сталкиваетесь, а как же сейчас пандемия, сейчас все закрыто, туда лететь нельзя, сюда плыть нельзя, сюда за угол ходить нельзя. Но мы путаем, мы иногда путаем товар с возможностью, да, круизное путешествие, это товар, который мы приобретаем. Я только что сказал, он не имеет срока годности, я могу использовать его через год, через два, через три, сколько бы эта пандемия не длилась. Но это товар, который я приобретаю, да, это деньги, которые я собираю, скажем, на приобретение своего отдыха. Но работу, бизнес и заработок никто не отменял. Мы все готовы были до пандемии к удаленной работе, потому что мы на удаленке работаем. Мы все были готовы к тому, что мы будем общаться со всем миром через интернет, через инстаграм, через фейсбук, через любые другие социальные сети. И не важно, где бы мы ни находились. Да, вот сейчас у нас в чате происходит ажиотаж, идет подготовка к тому, чтобы создать еще один чат, такой же чат, но на английском, на итальянском, на испанском языке. Ведь мы все находимся в разных странах, в разных городах и имеем вот такой доступ. Поэтому нельзя путать, скажем, одно с другим. Если, скажем, компании, которые доставляют некую продукцию, не буду опять-таки называть конкретно компанию, но им нужно доставлять из одной страны в другую, пополнять склады, чтобы потом распространять дальше, у нас этого нет. У нас этого нет, у нас все намного проще. Ну и напоследок, я, конечно же, хочу всю большую половину сетевого бизнеса поздравить с наступающим праздником, который наступит через два дня. Я очень рад, что такое количество женщин работает в этом бизнесе. Я немножко огорчен, что мало мужчин в этом бизнесе, но в свое время, и он существует до сегодняшнего дня, я создавал мужской бизнес-клуб, где я хотел и собираю мужчин, но при этом туда нет доступа к женщин, именно для того, чтобы поднять такую самооценку мужчин, что ну а чем мы хуже вас? Да, мы ничем не хуже вас. Мы также можем говорить, мы также можем общаться. У нас тоже есть, может быть, и своеобразные, но свои эмоции, на которых мы можем работать. Поэтому, дорогие, уважаемые женщины, любимые всеми нами женщины, с наступающим праздником, хорошего вам настроения, хороших вам праздничных дней, ну и внимания, мужского внимания как можно больше. Все, ребята, я заканчиваю прямой эфир. Да, спасибо всех мужчин, всех мужей, всех братьев, всех дядечек, скажем, приводите в наш бизнес, потому что это бизнес для всех. Мы все можем здесь работать, зарабатывать, ну и позволять себе все, что мы хотим. Отдых у нас шикарный, возможности у нас шикарные. Всех с наступающим праздником, будьте здоровы. Спасибо.